Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале! Итак, ну что, начинаем видео о новинках, тех, которые я приобрела за последний декабрь месяц и еще не успела вам показать или вскользь упоминала о них, но хотелось бы рассказать о них что-то более интересное и поподробнее. Поэтому, если вам интересно узнать, что же я такого приобрела, здесь, кстати, будет не только косметика, но и немножко расскажу о своем новом парфюме. Я знаю, вы часто спрашиваете, какие духи я люблю, поэтому здесь я решила рассказать об этом тоже. Ну что ж, давайте начинать и сразу скажу, что практически в большей степени нас ждет обзор именно по люксу. Но начнем с вами более бюджетной косметики и из новинок. У меня есть вот такие вот прикольные тинты от марки Bourjois. Я беру их с собой в отпуск, потому что такой формат очень удобен. Что же это такое? Это называется продукт Sorbet Blush. Вы можете его наносить как румяна и растушевывать пальчиком. Также можно наносить на губы для того, чтобы придать именно эффект тинта, который я очень люблю. Мой любимый оттенок это Raspberry. Есть еще оттенок Apricot. Он более, конечно же, оранжевый, как вы могли догадаться по упаковке. С загорелой кожей будет смотреться все красиво. Что мне еще очень нравится, это аромат. Они очень приятно пахнут, у них приятная интересная консистенция. Они быстро и легко растушевываются и не имеют, знаете, такого супер высокого пигмента. Потому что очень часто такие продукты бывают сильно высоко пигментированные. Если вы не успели растушевать, то у вас сразу же пятно. А вот эти тинты, они более полупрозрачные, более гелевые. Соответственно, у меня будет больше времени, чтобы их растушевать. И плюс они не сушат кожу, что тоже очень важно. В общем, это пойдет со мной в мою косметичку в отпуск. Далее, следующие продукты. Тоже на самом деле, опять же, очень удобный формат. Это тоже марка Bourjois, серия Healthy Mix. И называется это Glow Primer. Здесь также есть два оттенка. Более холодный розовый и более теплый золотисто-персиковый. С собой в отпуск я возьму именно золотисто-персиковый, потому что на загорелой коже будет смотреться нереально красиво. Я его еще, честно сказать, не наносила на себя, но по сводчам мне кажется, что это можно, кстати, наносить немножко на плечи, на ключицы. Он придает такой легкий эффект загара даже, поэтому на загорелой коже будет вот больше выглядеть как такой золотой красивый шиммер. Вообще жидкие хайлайтеры в отпуске это очень удобно, потому что вы можете не наносить никакой тон и с помощью как раз таких хайлайтеров придать лицу более холеный вид и при этом без тона, что тоже очень важно. Потому что я не люблю краситься, даже самые легкие текстуры в отпуске все равно смотрятся иначе, поэтому я не буду брать, скорее всего, никакой тон, но об этом узнать чуть-чуть попозже в видео, которое будет называться «Космоличка в отпуск». Ну что ж, далее. Начнем, наверное, с марки Кика, потому что я делала заказ, попала на акцию, когда, по-моему, вы выбираете 6 продуктов и 3 из них вычитаются, и вы платите только за 3 продукта. Итак, первое, что у меня оказалось под рукой, это румяна. Это Sparkling Holiday, лимитированная коллекция. Вообще, знаете, у Кика нужно охотиться именно за лимитками. Конечно, в постоянной коллекции тоже есть несколько классных продуктов, но то, что встречается в лимитированных коллекциях, не перекликается никогда практически в постоянных коллекциях. Поэтому, например, вот эти румяна. Посмотрите, какой невероятно красиво розово-золотистый оттенок. Я просто, когда увидела их в магазине, подумала, ой, нет, наверное, это будет очень ярко. Потом я увидела свотчи, потом я увидела видео, как они выглядят на коже, и подумала, хм, мне это срочно надо. И заказала, это оттенок 02, называется он Dreaming Coral. Я заказала его тут же, плюс попала под акцию, безумно этому рада, и они мне обошлись очень даже по приятной цене. Далее, что я купила еще в марке KIKO. Это, кстати, постоянная коллекция база, которую очень многие визажисты хвалят, и говорят, что она невероятно подсвечивает, и при этом круто увлажняет. А, как вы знаете, всегда подсвечивающие базы, они либо недоувлажняют, либо немножко даже пересушат кожу. Вот. Я попробовала ее один раз, и мне понравилось. Буду тестировать уже после отпуска. У нее, смотрите, вот такая интересная форма с кисточкой. Есть определенный дозатор, то есть вы проворачиваете его, выдавливаете и закрываете, чтобы продукт, видимо, не выливался и был расход более экономичный. В упаковке, как мне кажется, продукта не так много, потому что я его дала всего один раз, а уже появилась маленькая вмятинка. Ну, посмотрим. Я пока взяла... Я пока взяла этот продукт на пробу. Это оттенок 01, называется он Bright Silver. Остальные оттенки я не пробовала, если мне не изменяет память. В линейке их всего 4. Но буду тестировать, если что, на будущее закажу еще себе несколько оттенков, если мне понравится, но об этом вы узнаете позже. Далее продолжаем. Здесь будет вот такая вот база под тени, но это не совсем классическая база. Вообще, с первого раза я не обратила внимания на этот продукт, потом увидела у кого-то в сторис их и подумала, нет, мне очень надо, потому что матовые тинты, матовые тени в кремовом формате это редкость, особенно в бюджетной марке. И я приобрела сразу два оттенка, взяла 03 и 04. 03 это такой красивый розово-бежевый нюд, который, кстати, очень напоминает мне мой любимый карандаш от Bobby Brown Nude Beach, который был лимиткой и больше не продается. И также взяла еще вот такой более темный шоколадный оттенок 04. Его можно использовать как подложку под смоки, встроить на нем форму и не только, если вы любите такие теплые оттенки, то он вам точно понравится. Ну а 03, который называется Essential Rose, это мастхед абсолютно для всех, потому что его можно использовать как подложку под тени, как ежедневный продукт, просто тени матовые, которые вы наносите пальцем и растушевываете. В общем, это очень универсальные, классные штуки. Но я в свою очередь хочу добавить, что я сразу приобрела каждый оттенок в двух упаковках, потому что боюсь, что он мне сильно понравится, а его потом уже не будет, так как это лимитка, поэтому берите сразу, если вам понравится побольше. Ну что ж, вроде с маркой Кико мы разобрались, теперь переходим дальше и предлагаю сделать анпекинг на марку Estee Lauder, или Estee Lauder, кто-то как ее называет. Я начну с пудры, о которой я вам уже говорила, но упоминала о ней вскользь, и это пудра Перфекционист, которая, как мне кажется, максимально близка к пудре от марки Hourglass, которую я так люблю. Она идет двойная, золотистый блок практически как отдельный хайлайтер и более матовый блок, который можно использовать, опять же, как отдельно подсвечивающую пудру, ну а я смешиваю сразу два варианта этих пудр и получаю прям такую подсвечивающую, красивую, практически хайлайтерную пудру, если так можно сказать. Лично для себя приобрела ее в оттенке 0.3 Medium, но очень ходовой еще 0.2. 0.1 тоже, конечно, светлый, красивый, но мне кажется, что 0.2 выглядит лучше на коже, чем 0.1. Но, опять же, перед тем, как покупать, обязательно посвочите и посмотрите, как она будет смотреться на вас. Мне пудра очень понравилась, это, кстати, не последняя пудра из сегодняшнего обзора, будет еще одна. Вы часто спрашиваете, почему же я не использую их. На самом деле я люблю пудры, но они должны быть с определенными свойствами. Вот как раз-таки я вам о них и рассказываю. Дальше, также из марки Estee Lauder, я решила попробовать вот такой вот кушон, который называется кушон BB из серии Double Wear, с SPF 50, что очень круто. Я его пробовала один раз в жизни на себе и осталась в полном восторге. Очень красивое, тонкое, подсвечивающее тональное средство. Итак, здесь идет вот такая упаковочка, очень красивая, с золотистой крышечкой вы открываете, и внутри у вас спонж и сам кушон, который я пока не открывала. И я решила им пока не пользоваться, потому что до моего отпуска остаются считанные дни. Приеду я явно более темная, чем сейчас, и он мне, наверное, в первое время не будет подходить, потому что этот оттенок 2N1. Я взяла самый универсальный, решила, что буду использовать его в работе, но потом, когда мой загор подсмоется, я возьму его и буду использовать для себя. Итак, следующие два продукта. Это также марка Estee Lauder, и они называются Genuine Glow. Это серия такая, в которой я выпускала суправлажняющие подсвечивающие продукты для лица. Эта база у меня уже была, я, мне кажется, даже вам как-то не рассказывала, и я приобрела ее еще раз, потому что она мне очень понравилась. Она идет с небольшим выравнивающим эффектом и очень хорошо увлажняет. Так, сейчас сниму, видите, защитную пленочку. Это практически бесцветный выравнивающий увлажняющий праймер для лица, который, как марка Живанши Позиционер, можно использовать самостоятельно, просто как увлажнение и легкое выравнивание. Ну, а я же это буду использовать все-таки под тон, потому что мне нравится, как по ней потом скользит тональное средство, прям как по маслу. При этом очень хорошо увлажняет и подойдет как раз-таки для скорой весны, потому что весной часто кожа тоже бывает подвержена сухости из-за смены погоды. Следующее средство, также из этой же серии, это жидкий кремовый хайлайтер, который просто невероятно красивый. У меня его не было, но я очень хотела его попробовать и приобрести для себя. И тут я нашла его в оттенке 01 и сразу поняла, что надо брать. Итак, смотрите, у меня пока абсолютно новый, но я сейчас начну его выдавливать. Так, выдавливайся, дружочек. Обожаю эти упаковки, можно, мне кажется, так ползубь не провести. О, пошел, дорогой! Итак, я взяла в красиво золотисто-бронзовом оттенке. Этот продукт можно использовать как в качестве теней, так и в качестве жидкого кремового хайлайтера. Вот как раз-таки для загорелой кожи оттенок 01 будет очень красиво смотреться, потому что на светленькой коже он будет слишком желтоват или даже немножко коричневат, а вот на загорелой будет красиво подчеркивать этот загар. Поэтому, если вы также собираетесь в отпуске и вы еще можете найти этот продукт, то берите его. Он очень красивый и мультиуниверсальный, то есть можно сразу нанести над верхней губой, спинкой носа, немножко на глаза и все, мейк готов. Дальше будет марка Armani. И здесь я хочу вам показать коллекцию, которая называется Neo Nude, которая уже стала моими фаворитами практически, я тоже вам о них упоминала. И хочу выделить сразу три оттенка из этой коллекции. Это оттенок номер 21 для контуринга, оттенок 20 также для контуринга, и оттенок номер 11 это хайлайтер. Супер полупрозрачные текстуры, моментально растушевываются, можно не дублировать. Если вы боитесь жидкого кремового контуринга, то покупайте эту серию, и вы точно не прогадаете, потому что растушевывается она на раз-два. Смотрится очень красиво, естественно, без пятен, без полос, в общем, все как надо. Оттенок 10, такой золотистый хайлайтер, я использую крайне редко. Оттенок 53, румяна, мне нравится, но опять же это такой розовый оттенок, который не всегда уместен, потому что в нем достаточно много такого холодного. Поэтому я, наверное, подзагорю, и потом обращу на него внимание, пока он у меня стоит в сторонке. Ну и пудра, также из коллекции Neo Nude, я уже вам ее показывала. Это у меня оттенок 4, я очень ее люблю. Мне нравится использовать, кстати, более темные оттенки, например, 7 и 8 в качестве бронзера. Идеальный бронзер, немножко с подсвечивающим эффектом, кожа становится, знаете, такая дорогая, красивая, с эффектом лоска. Ну а номер 4, это такая прям пудра, классическая, по оттенку для меня, которая, опять же, очень красиво подсвечивает. Если, например, говорите Бестлаудер, перфекционист и Ормани, то они очень схожи. Но плюс вот этих пудр Ормани, что у них есть темные оттенки, и они идеальны, как бронзер. Они не пятнят. Всегда, когда работаю в золотом яблоке, в качестве бронзера, как правило, использую в последнее время именно вот эту коллекцию Ормани. Поэтому обратите на них внимание, не смотрите, что оттенки темные, знайте, что их можно использовать как бронзер. Далее, палетка теней. И это будет Наташа Динона. Я пока честно не поняла, нравится она мне или нет, потому что мне ее привезла подруга из Израиля. Я попросила ее скинуть фотографии вообще, что есть на бренде. Она мне скинула, я по фотографии выбрала эту палетку. И не знаю, нравится она мне или нет. Во-первых, упаковка. Напоминает марку Catrice. Но, чтобы вы понимали, эта палетка стоит 4000 рублей. Здесь раз, два, три, четыре, пять, пять оттенков теней. Один вот такой красиво золотисто-розовый. Два оттенка хаки, чуть более светлый, чуть более темный. Красивый оттенок шампейн. И красивый холодный серый. Честно сказать, я пока очень мало цитировала эту палетку, поэтому свои впечатления я уже расскажу вам чуть позже. Но вот этот розовый использовала в макияже. Кстати, я выкладывала видео в Инстаграм, где я наношу этот цвет, он не безумно красиво смотрится. Посмотрите, если вы не видели. И если не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно переходите по ссылочкам, которые есть в описании под этим видео. И подписывайтесь. Если вы пользовались тенями Наташи Динона, то, пожалуйста, расскажите, как вам они, как вам цвета, какие палетки вам нравятся, на что стоит обратить внимание. Ну, а я пока вам показываю эту палетку и скажу, как она называется. Это палетка номер 8. Ну что ж, жду ваших комментариев. Мы с вами будем разбирать следующие продукты. Дальше немножко в Саларан. Здесь также есть продукты, которые я уже показывала, но я хотела бы рассказать о них чуть поподробнее. Итак, это вот такие вот, смотрите, какие красивые упаковки. Упаковки в Саларан — это любовь, правда. Это очень красиво выглядит. Итак, что же я приобрела? В общем, были скидки 50%, и я решила взять себе побольше румян, потому что вот эти цвета — это очень красиво. Во-первых, вот этот холодный розовый кажется сначала диковатым, но на щечках он смотрится очень освежающе. А это классика, которую можно использовать абсолютно везде и всегда. Как видно, упаковки она уже такая любимая, часто используемая. Это оттенок номер 5, а это оттенок номер 9. Качество этих румян очень красивое. Единственное, что меня поначалу смущало, это то, что они не суперпигментированы. То есть для того, чтобы набрать на кисточку цвет и перенести его красиво на кожу, вам нужно набрать его чуть больше. Особенно это касается хайлайтера в оттенке 1. Я приобрела его, потому что, ну, он очень красивый, такой золотисто-теплый, и смотрится очень деликатно. Но иногда вам его нужно добавить прям много на кисть, чтобы получить эффект свечения, потому что если вы будете его набирать, как обычно вы набираете хайлайтер на цвет на лицо, то это будет прям совсем лихо, слегка. Поэтому меня это немного смутило. Не знаю, в общем, хайлайтер у меня будет в фаворитах или в антифаворитах пока что, потому что я правда к нему не приноровилась еще. Вот. Но румяна однозначно точно классные, поэтому, опять же, посмотрите эту их коллекцию. Там есть разные оттенки, персиковые, золотистые, розовые, холодно-розовые. В общем, самые разные. Но вот именно пятый и девятый, как мне кажется, именно в качестве румян, самые универсальные. Так, ну что, здесь у меня, смотрите, три продукта. Точнее, четыре, о которых я вам сейчас буду рассказывать. Первое. Это тон, который называется Ultra HD Perfector. И я его уже вам показывала, рассказывала, включала его в свои фавориты лета, потому что это супер-классный тон, который очень легкий, тинтовый, но при этом очень хорошо выравнивает и держится. Также отлично подходит для видео-фотосъемки. Я не считаю, что это суперлегкое покрытие, и ему можно, в принципе, перекрыть даже некоторые прыщики, пятнышки. Он действительно хорошо выравнивает и отлично держится. Но при этом на коже вы его практически не ощущаете. Я приобрела в оттенке 7, потому что скоро я приеду с отпуска, и мне нужно будет что-то перекрывающее, выравнивающее, но легкое и для загорелой кожи. Поэтому вот этот дружочек снова со мной, снова в новинках, поэтому приеду, буду пользоваться, расскажу о впечатлениях чуть поподробнее. Дальше. Тон для тех, кто любит матовое, плотное покрытие, и называется он Matte Velvet Skin. 24 часа держится на коже, оттенок 225, очень универсальный, тепленький. Если что, буду разбавлять его аджастером и использовать, но это не на каждый день, это для вечернего мейкапа, для тех, у кого проблемная кожа, и хочется прям плотного, хорошего такого покрытия, тогда обратите внимание на него. Но я же его приобретаю именно для работы, потому что такие продукты тоже должны быть в кейсе. Далее, это база. База от Make Up Forever, которая идет с выравнивающим эффектом. Я ее попробовала на мастер-классе, и мне очень понравился эффект, потому что действительно тон начинает скользить, хорошо наносится, база не скатывается. Я взяла попробовать вот сейчас такое, если мне понравится, то приобретую из этой линейки, я знаю, там куча разных баз, приобретую, возможно, увлажняющую, и еще с каким-либо эффектом. И еще один продукт, также от Make Up Forever, это жидкий хайлайтер, супер загорелого оттенка, под номером 50. Это как раз-таки мне в отпуск, потому что у меня что-то много хайлайтеров, жидких в отпуск со мной поедет. Но это правда, жидкий хайлайтер, это то, что загорелую кожу делают еще красивее. Загорелая кожа и так уже красивая, здоровая, ничего не хочется наносить, но подсветить ее можно. Поэтому я взяла вот такой вот, в оттенке 50. Возможно, буду использовать это как сияющий жидкий бронзер. Далее у меня остался вот такой вот хайлайтер от марки Dior. У меня он уже был в оттенке 01, сейчас я привела в оттенке 02. Это обновленная упаковка, вот такая пластика розово-персиковая с одной стороны, и металлическая красивая в стиле Dior сверху. Выглядит он вот так. Я, правда, долго думала, какой оттенок взять, снова 01 или 02, и решила взять 02, такой холодно-розовый, который, правда, круто освежает. Хотя раньше всегда говорила, что я не любитель холодных хайлайтеров, но в этот раз что-то пошло не так, я решила рискнуть, как говорится, и думаю, что буду его использовать как хайлайтер, а также как тени. Очень красиво смотрится как тени, на какой-нибудь, опять же, сияющей подложке. В общем, интересная штучка, опять же, я приобрела со скидкой, и поэтому мне этот продукт обошелся очень по приятной цене. Ну, а теперь немножко хвастовства, потому что я приобрела себе вот такой красивый набор. На него была хорошая акция, и этот набор стоил практически как один парфюм, и это марка Tom Ford. Такая красивая коробочка, вот эту пленочку можно снять. Такая красивая коробка, и здесь три продукта. Гель для душа, парфюм, и спрей для тела или для волос. Парфюм называется Утвуд, и вы знаете, я не ожидала, что я так влюблюсь в этот аромат. Вообще, марка Tom Ford делает, мне кажется, нереально классные ароматы, и я бы хотела, наверное, все. Пока у меня есть White Suit, я имбьюнно довольна, он очень согревающий, очень интересный, сложный, и от него не устаешь. Когда я попробовала Утвуд, я была уверена, что это чисто мужской аромат. На самом деле, когда вы его начинаете наносить первый раз, он кажется таким грубоватым, но на моей коже он так раскрывается и кажется каким-то нереально нежным и в то же время очень чувственным. В общем, я была без ума. Если честно, ходила как зачарованная какая-то несколько недель в магазин Золотое Яблоко, она носила его себе и дышала этим ароматом, и понимала, что я его хочу, я его хочу. Ну, а потом я увидела эту акцию и просто не смогла пройти мимо, и решила порадовать себя на Новый год. Вот такие вот дела и Утвуд теперь моя новая любовь, которую я наношу и хочу, чтобы этот запах был всегда. Не знаю, как будет он весной и летом на моей коже, но вот сейчас, в зимнее время, это просто нереально круто. Попробуйте. Если наши интересы схожи, то возможно вам понравится этот аромат, хотя это, конечно, такое очень сложное дело и не факт, что если это понравилось мне, это понравится вам. Но все, кто его чувствовали на мне, говорили, что он мне идет. Ну что ж, мои дорогие друзья, вот такое большое видео у нас получилось. Новинок косметики не только у меня очень много. Это было, грубо говоря, такое первое впечатление. В дальнейшем я буду показывать эти продукты на себе, показывать, как работают они в мейке, как они наносятся. Ну, надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если это так, не забывайте ставить лайк, мне будет безумно приятно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы все еще не подписаны. А еще на мой инстаграм. Ссылочка есть в описании под этим видео. Я вам всем желаю отличного настроения. Увидимся в следующих видео. И пока-пока!